Бородузат в родном Самоне-Хурмен Южного Гоби разбил целый агропарк. На 9 гектарах он посадил деревья и установил поливочную систему. Сначала высаживал лишь редкие и исчезающие виды, а затем все, что нравится. Сегодня в его саду 300 тысяч представителей флоры. За свой энтузиазм и большую проделанную работу садовод удостоился звания «Заслуженного работника охраны окружающей среды». Сейчас в стране 200 тысяч семей животноводов. Есть аграрии и земледельцы. Это около 100 тысяч семей. Точно так же нужно создать отдельную категорию лесничих, лесников, которые занимаются посадкой деревьев и кустарников. Только тогда общей работой лесной фонд будет увеличен. Всего наград были удостоены 14 передовиков «Зеленого дела». Сегодня по указу президента семеро получили ордена «Полярная звезда», шестеро – почетные медали тружеников. Изначально программа «Озеленение» ставила перед собой задачу вовлечь в работу по увеличению зеленых насаждений как можно больше граждан. Сейчас мы видим первые и эффективные результаты этой инициативы. Надеюсь, что проект получит распространение не только в рамках нашего государства, но и за его пределами. После церемонии награждения у медалистов состоялся разговор с главой государства. Беседовали о том, как увеличить количество зеленых насаждений в столице и регионах, какую работу проводить для восстановления окружающей среды. Разговор коснулся и денег. Садоводы передали президенту пожелание об увеличении бюджетных средств для ухода за растениями. Ведь одно дело – высадить, а другое – сохранять в надлежащем виде, вести профилактику от болезней и вредных насекомых. Привели и цифры. Так, содержание одного гектара полисадника требует 200 тысяч тугриков. К сожалению, состояние окружающей среды на сегодня действительно плачевное. Поэтому я, как гражданин страны, хочу внести свои предложения, которые могут стать частью законопроектов, инициированных президентом. Элбек Дорш отметил, что в работе пропаганды Greenpeace особую роль играют средства массовой информации. Поэтому среди награжденных сегодня были и руководители двух крупных телевизионных проектов по экологии. Они получили медали тружеников. Мне бы хотелось призывать своих коллег, телеканалы, СМИ, чтобы они тоже примкнули к работе по охране окружающей среды. Потому что единственный источник нашей жизни – природа – находится на грани бедствия. Наш проект был разработан в 2010-м. В 2011-м стартовал. За два года нами посажено большое количество растений. Героями телевизионных сюжетов стали люди, которые выступают за озеленение всего мира, нашей страны, столицы. В рамках проекта мы привлекли более 800 семей, которые хотят заниматься бизнесом, хотят участвовать в работе по сохранению экологии. За четыре года удалось сделать многое. За всем этим съемочная группа, команда координаторов – наши герои, которые, не жалея силы времени, работают над улучшением природной среды. Президент поддержал стремление садоводов проводить озеленение в регионах и пообещал оказывать посильную поддержку, в том числе и финансовую. А так как 12 мая отмечается день всеобщей посадки деревьев, сегодня прозвучал и призыв к соотечественникам принять активное участие в акции «Озеленение страны». Ингтушин нем бояр, аист Монголия.